Ну что ж, дорогие друзья, вот и очередной наш, видимо, весёлый, по косиному состоянию летсплей. Сегодня мы играем в Куньо Куньо. Итак, мы в... это футбол, а не то, что ты подумал. Подожди, а это уже подключено? Я не знаю, должно. Надо подключить, наверное. Ну, слушай, давай. Да, всё подключено. Подключено? Да, наверное. То есть я буду не на клавиатуре, как лохобой. Смешно. Итак, ну что ж, дорогие друзья, давай-ка, может быть, попробуем сейчас в Африке, а вот этих оставим, монгольцев оставим... На, так сказать, насладненькой. На сладненькой, да-да-да. Так, ну что ж, выбирай. Как бы, ну, ты сам понимаешь. Мне нравятся вот три, да, вот эти, которые сейчас стоят. Ну, слушай, это Гвинея. А, ну тогда. Гвинея. Итак, смотри, мы на машинке. Никита. Так, ну что ж... Так, сейчас мне надо будет в управлении что-то забраться. Так, управим, всё. А, блин, нет. Мы не будем это делать. Так, ну что ж, давайте. Итак, бодренько, весело играем с Гнией. Сейчас пески, пески, придоньи. Так, убираем эту штучку. Ой, и трища. И трища, так, 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 и трища. Смотри, у нас Бэком просто... Тут, видишь, мяч не катится. Застревает. Ух, смотри, какие они. Как черепашка. Оп, пасек. Бей, бей. Эх, ну, не бей. Ты кому там бей? Так, ну, от компьютера. Ты хочешь докричаться до компьютера. О, вот она. Наша знаменитая, как она, говёшка? Еее, бэйби, еее. А как это? Я уже забыл, как я называл-то эту говёшку. А, люди... Летающая говёшка. Люди помнят, люди чтят. Или сосиска. Но мы решили не упоминать в твоих летсплеях такие названия, как говёшка и другие всякие хорошие слова. Ну, это нехорошие слова. Поэтому мы решили назвать её всё-таки сосиска. Смотри, смотри, сосиска сейчас будет. Летающая сосиска. Сосиска. Какой ты приехал-то такой, не питерский. Я не устану говорить, что я приехал из Кузбасса, города Ленинска-Кузнецкого, в котором 120 тысяч жителей. Ну, на тот момент был, когда я, конечно, уезжал. Потом там стало 119 1999, конечно же. То есть там с рождаемостью и сосиска никак? Вообще, да. Там вот одни и те же люди. Испокойно. Как живут, так и не живут. Вот, также мы просили вас задавать вопросы, кстати. Задавайте вопросы. Особенно под этим летсплеем, потому что, в общем-то... Были, кстати, два вопроса. В общем-то, мне особо делать-то нечего на Куниакун. Или просто Футбол без правил. В детстве его называли. Вот, поэтому я спокойно... Вот. У тебя есть скайп Андрея не Фёдова? Нет, это я просто... Пантуешься. Как вот незнакомый человек переназвал, что, типа, я пантуешься. У меня есть скайп Андрея Фёдова. Сейчас скайп, сейчас Мэдисон такой. Так, Мэдисон, да. Ну, скайп Мэдисон, да. Просили больше рассказывать про Кузбасс, то есть какие-то вот истории там. Просили, на самом деле... Осторожно, сейчас тебя ударят. Так, вот так. Примерно. Прыгать надо. Надо век нам. Вот так. Ну, ничего. Так вот, про Кузбасс, про то, чем мы вот, как бы, ну, как наш день, допустим, проходит. Ну, как день наш проходит. Вот я сегодня приехал к Максу вообще-то для того, чтобы обсудить дела. По-настоящему делу. А-а-а... Мы сели играть... Ну, слушай, мы... Не, ну мы обсудили всё, конечно же, не просто так. Это работа между прочим. Да это тоже, да, в какой-то мере работа. О, смотри, как у пле... Эх, не жаворот хотел ударить, но ничего. Слушай, ну... Хрюков, океан, видимо, тоже тебя до сих пор слышит. Очень, да. Хрюков, океан. Или, ну, хреновые новости, или какие-то... Хреновости. Хреновости. Вот. А что я делал в Ленинском, в Кузнецком? А я там на телевидении работал, кстати, вот. О, кстати... А в этом, кстати, мало кто знает. Расскажи про свои... Тэфи. Нет, на самом деле, я работал на телевидении... Шуток. В молодёжной студии МОСТ. То есть МО-ст. Молодёжная студия. Ленинск ТВ называлась и называется... Ре-у... Ре-у... Тэ-вэ. Нет, молодёжная студия МОСТ. Вот, я там работал. Ну, нет, ну, реально работал. И раз я деньги там получал, очень небольшие, ну, значит, я работал. Всё-таки. Если большие получал, значит, прохлаждался. Если небольшие. Смотри, смотри, сейчас тебя ударят. Да, я сейчас-сейчас пытаюсь. Ау, такие супердары просто по центру летят. Поэтому можешь их даже не пытаться куда-то вбок. А я даже как-то не сержусь на тебя. Да? Да. Это меня радует, кстати. А потому что мы выиграем? Нет, 2-2 счёт. А, 2-2. Счёт? О, чувак у них убежал, смотри. Ну, ничего, сейчас он... О, смотри. Ну, вот, работал я на телевидении. И... ТВ-тулю. И даже газету писал. Ну, тоже. Ну, что, писал же, это реально. Нет, я... Операторствовал там иногда, монтажировал там иногда. Вот. Даже когда наш редактор уехал, как-то даже в роли редактора оставался. А, клоуны, собственно, остались? Да. На самом деле, я как бы... Это, конечно, всё очень смешно. Наверное. Ну, как бы... Упо, может быть, даже не только мне, но... Как бы, буквально, работав в сфере, так сказать, тележурналистики и какого-то видеодействия, нам очень помогла в плане вызова. То есть, этот закадровый текст, думаете, откуда он? Вот оттуда из Ленинска приехал. То есть, ну, нельзя, как бы я... Не знаю ни одного, в принципе, видеомейкера, блогера, который бы в таком виде использовал закадровый текст. То есть, ну, там, именно как в репортаже, то есть, в передаче. Именно поэтому у нас не шоу, то есть. Шоу у нас научные нобы, где там... Разбивается всё. А это у нас именно передача, то есть, с закадровым текстом, с продумкой сценариев. С синхронами, со стендапами. Но большинство думают, что стендапы — это вот то, что там устраивают некие люди. Смехачи. Да, смехачи, которые ставят и там хо-хо-хо. На самом деле, стендап в тележурналистике — это нечто иное. Хотя, в принципе, тоже. Вот человек стоит с микрофоном, да, это вот и есть стендап. Что такое синхроны, я думаю, вы все знаете. Ну, конечно. Так что не будем ему перечислять. Кто не знает, что такое? Поэтому, когда у нас мы пишем сценарий для вызова, у нас там всё. То есть, у нас есть закадровый текст. Ниже написано синхрон просто. Даже не надо вписать, что там иметь. Просто синхрон. Дальше закадровый текст, стендап, стендап, синхрон. Закадровый текст, видение, там, картинки под музыку и так далее. В общем-то, как-то так всё. Наш вызов, он, так сказать, строится по некоторым канонам, которые... Которые, да, есть. Не в интернете. Да. Их, то есть, можно как-то заметить... О, смотри, чё ты в этот раз... Да я как-то, да. Я, смесь этим, я уже привык там, мы знаем, где-то здесь, но здесь я ещё не знаю кнопку. Именно поэтому. Да, я ещё не знаю, как на этом геймпаде. Слушай, а две кнопки всего? Хорошо. Да у меня здесь их раз, два, три, четыре. Нет, это рабочие. Что, помимо... Смотри, как я. Сейчас, смотри. Оп, он мне выйдет, я ему пас сейчас дам. О, очень, кстати, красиво. Это был пас, кстати. Не, между прочим, я... Ты забил пасом? Да. Нет, это вообще... Сегодня мы пьём. Ну, как мы, я... И как пьём. С этим... Пас пасом вон тому, и вверху, который... Как на ход дать. Да. Во, гейм, сэнд, мачо. Ничего, ничего, 6-3. 6-3. Гуния. Гуану. Гуния. Ну что ж, дорогие друзья, Вот и заканчивается наш летсплей. В следующем летсплей, Костя расскажет, как что. Я не знаю, как я что, но вы задавайте вопросы, вот. Так, а там ещё был вопрос, знаешь, какой? Какой? Такой.